Всем доброго времени суток. Севка и лающие ноги в эфире. Спасибо уже за то, что хотя бы эти ноги в носках. Уже как-то легче наблюдать за ними. У кого носки чернее, сложнее сказать. Севка сидит, приподнимает ногу, а носки у него подошва такие, будто он по земле ходил. ТВ-шка традиционно начинает жаловаться. Болит, болит, болит. Я ей почему-то верю. Чем больше проходит времени, тем активнее она жалуется. Я не могу поверить, что это только ради стремления получить вот эту желаемую жалость от Севки. Ведь она ее не получает. Наоборот. Он все больше и больше кричит на нее и насмехается. Его это раздражает, и он ей прямо об этом говорит. Бесишь ты меня своим нытьем. Бесишь. Жалости я к тебе не испытываю. Но если бы она притворялась, я уже так сама размышляю, но она поняла бы после этих слов, что бесполезно этим заниматься. Никто жалеть ее не будет. Ну и должна была оставить эту затею. Как бы ни началось там у нее что-то серьезное, и вообще не сорвались его гастроли. Кстати, уже не первый раз. Когда он ее возил в Минск, тоже были какие-то гастроли за границу, и Севка поехать не смог с театром. Здесь может быть то же самое. Что у нее начнется с этим коленом, никто не знает. Оно так-то вроде бы зажило, но в то же время она постоянно жалуется на вот эту нестерпимую какую-то боль. От чего это болит? Почему в самом начале она вот так не говорила? Зрители, конечно, у Севки очень острые на язык. Говорят, нога болит. А на язык-то почему-то не повлияло. Ну как не повлияло? Она стала более агрессивной в высказываниях. Ей плохо, и все вокруг виноваты. Далее. Глухой не дочует, так придумая. Севку спросили. Извините, это трансляция продолжения вчерашней? Ну так как ТВ-шка одни и те же реплики подает. И она, не дослышав, не вникнув, стала кричать, что памперсы она не носит. И без трусов она не ходит. Сколько можно уже это вам объяснять? Вам что? Позакладывала? Ну конечно, одно и то же. Разве можно набрать столько разнообразной информации? Ведь он снимает уже несколько лет. Уже десяток, представляете? Десяток лет. По несколько видео в день. Я на днях смотрела кино, и оно закончилось, и пошло следующее видео. Слышу что-то по разговору. Обзорщица какая-то. Я не помню, видела я ее или нет. Но пока готовила еду, думаю, все равно смотреть уже больше нечего было. Думаю, пусть идет, послушаю. И она там отвечала на комментарии зрителей. Не то, что на кого-то был обзор. Вот все видео было посвящено вот именно этому. И она говорила о том, что ее упрекают и очень часто пишут, что она просто пересказывает видео. Вот отсюда я и поняла, что она обзорщица. И она ответила, что обзор, это в принципе и есть пересказ. Ну, с дополнениями от автора канала. Я потом глянула, что это за блогер. Оказалось, это Галинка Малинка. Мне понравилось. Мне понравился и голос ее, и подача материала. Ну, вот есть недовольные. Мне тоже иногда пишут. Так забавно получается, когда под одним и тем же видео разные зрители пишут разные комментарии. Одним понравилось, и другим резко не понравилось. Одни пишут, зачем нам пересказ видео? Мы это все видели сами. Но видео же снимается не только исключительно для вас. Пересказ для тех, кто не смотрит севку, но хочет послушать и узнать, чем он дышит, чем занимается, что у него нового сейчас происходит. Другой пишет, о, у вас не пересказ, как у некоторых, а рассуждения, какие-то примеры из жизни. Мне понравилось. Вот и попробую понять. Понятное дело, что всем людям угодить невозможно. Из всех обзорчиков, которых я слушала и вот смотрела, я бы остановила свое внимание на вот правдивой Ольге, и вот теперь вот эта вот Галинка. Я ее узнала. Пересказ, не пересказ, но мне понравилось. Я как-то делала обзор на Ольгу, и мне написали, что у нее очень много повторений. Вот опять же таки, да? Севка повторяется. Эту Галину в этом обвиняли. Мне иногда такое пишут, что много-много повторений. Ну, а как вы хотите? Одни и те же люди, конечно же, одними и теми же фразами и говорят. Это естественно. Это у всех в речи присутствует. Невозможно каждый раз вот выйти, и как будто ты новый человек. Так ни у кого не получится. Тем более блогеры, если показывают одно и то же и говорят одно и то же, ну, стараешься как-то, да, преподносить информацию. Ну, иногда получается, иногда не получается. Кто-то это понимает, кто-то не понимает и пишет, например, да, какие-то вот такие вот претензии. Ну, вот у Севки, например, ну, когда-никогда в последнее время промелькнет что-то новенькое. Ну, что новенькое? Вот сейчас Сайгак заболел. Мамка заболела, Сайгак заболел. Новости о Сайгаке, конечно, неутешительные. Севка говорит, он обратился к ветеринару и поставили ему диагноз. Как-то так интересно, у них диагнозы ставят почему-то через интернет. Вот он снимает, показывает, и мамку так лечат, и кота точно так же ветеринар посмотрел и уже поставил диагноз. Сказал, что у него артроз, артрит и еще там какой-то, я не запомнила, честно говоря. Я вообще про вот этот артроз, я от ТВшки узнала, что бывает такое заболевание в жизни. Никогда не сталкивалась ни в окружении, ни у кого такого не было. И вот теперь у кота получается то же самое заболевание. И Севка говорит, а вылечить это все нельзя. Если бы можно было коту поменять сустав, Севка точно на это пошел бы и сделала эту операцию. Хоть бы Надю в самом деле не обвинили. Жила с котом, у нее больные суставы. Вот теперь и кот этим же самым заболел. Кто виноват? Ну, конечно же, ты, Надя, и виновата. Теперь коту нужно до конца жизни давать какие-то обезболивающие, витамины, еще там он что-то какой-то, хондроитин, что-то такое. В общем, Диана тоже это пьет, у нее тоже больные колени. Вот. Я услышала вот это обезболивающее. Вот он с матери смеется, не верит, что болит, и надо принимать это лекарство. Кот не мяукает при ходьбе, но врач ему назначает обезболивающие. То есть он понимает, что боль кот чувствует. И коту он явно будет их давать, а над матерью смеется. Хотя в этой трансляции я обратила внимание, что он как-то был более внимательный к ее вскрикам. Может быть, он тоже подумал вот так же, как и я, и провел параллель. У кота проблемы, и ему больно. Надо давать. Может быть, действительно у матери все-таки болит. Этого ветеринара ему посоветовала зрительница. Вот. Не только глупые, пустые, гадкие комменты ему пишут, но и полезные. Ну, и так во всем. Что касается интернета, фильмов, передач, книг. Везде нужно уметь выбирать. А вот он кричит, что советов ему не нужно. А люди настаивают, пишут. И вот кто-то достучался и дал таки дельный совет, ну, который, по его мнению, показался дельным. И он его принял, хотя и не просил. И все равно похвалил себя. И в этом случае, когда, говорит, мне надо, я остановлю землю и время. Спасибо, конечно, зрительнице за совет, но круче него только яйца. ТВ-шка услышала про этот диагноз у сайгака и удивилась. Говорит, у животного такие же болезни, как и у человека встречаются. Так что ж тут удивительного-то? Ведь это живой организм. Есть глаза? Ну, значит, могут ослепнуть, заболеть. Есть кости? Значит, могут ломаться. И рак у них бывает. И спид. Я, когда первый раз услышала про спид, я вообще была в шоке. Опять же таки, я это услышала в видео у Севки, когда он нашел очередного серенького котика. И у него обнаружился спид. Я даже не подозревала, что такое на самом деле может быть. Ой, сайгак, не знаю, не парализует ли его со временем. Это, конечно, будет мрак, если это случится. Интересно, будет Севка этим заниматься? Ходить ему, памперсы менять, ухаживать каким-то образом за ним? У меня был такой котик парализованный. Я знаю, о чем говорю. Памперсы, мытье, вот эта разработка ног, чтобы не застаивался, не залеживался. И через полгода котик стал ходить. Правда, как на ходулях, но все-таки сам. Стало легче. Был же кошмар, кошмарный. Севка думает, что сайгака кто-то побил когда-то. Говорит, он боялся, было такое время, палки. Может и так. Уличные коты, они ведь в зоне риска. Есть такие люди, что вот диву даешься. Идет животное, никого не трогает. Ну, нет желания помочь, покормить, пристроить. Ну, откуда берется огромное желание пнуть, кинуть камень, взять палку? Самое безобидное, что в этом случае может произойти, это пшал вон. Ну, тебе места мало на тротуаре. Вот так иду, была такая ситуация. Сказал одному, ну, куда вы гоните животное на дорогу? Ну, место же есть. Ну, чем он вам помешал? Идет по краешку, по бордюрчику, идет по своим делам, вас не трогает. Посмотрела на человека, говорю, вот пророк Мухаммед, он же учил ценить жизнь животного. Он сам любил животных и пример оставил для людей. В хадисах, говорю, что написано? Как он несколько раз даже испортил свою одежду. Кошка спала, и он отрезал пол у своей одежды и ушел. Но не стал тревожить сон кота. Человек промолчал. Посмотрел так на меня, послушал и пошел дальше своей дорогой. Не знаю, удалось мне до него достучаться. Или не удалось. Но уже хорошо, что, по крайней мере, агрессия у него куда-то испарилась. Вот откуда на улице оказываются эти животные? По чьей милости? Конечно, по милости человека. Берут, потом выбрасывают. Кастрировать, стерилизовать. Мало кто этим занимается и заморачивается. Некоторые попросту не хотят. А зачем? Безответственные. Безответственные. Смотрел одного нашего блогера, и вот у нее четыре кошки, подобранные с улицы, и собака. Все стерильные. Дорого, недорого. Но человек взял осознанно, рассчитывая на свои силы, что он сможет помочь вот такому количеству животных. И брал осознательно с улицы. И сделал для них все необходимое. Стерилизовал. Молодец. В моей местности с этим делом сложно. Никто этого не делает. Я не знаю, пошли бы это делать, если бы была такая возможность. У нас попросту нет ветеринаров, которые бы смогли выполнить вот эту операцию. Захотели бы наши люди тратиться или нет. История, как говорится, не терпит сослагательного наклонения. Но вот там, где есть возможности, люди этого не делают, это, конечно, уже вызывает определенные вопросы. Сайгака, конечно, могли покалечить. Вот, судя по отношению к животным, в тех местах. Ведь севки даже запрещали о нем заботиться. Получается, сами не делали, не хотели. И других по рукам били, мешали. Он мог и просто упасть, стукнуться спиной. Теперь уже не важно. Есть проблема, есть человек, готовый эту проблему коту решить. Он сам себе помочь не может. Если бы севка его не забрал, и если бы у кота хватило бы сил пережить зиму, то вот с этой болезнью он точно бы не справился. Страшно представить, вот если его вот так вот парализует, то он останется лежать. Ну, либо будет, либо умирал бы голодной смертью, либо просто любители вот так же поиздеваться, забили бы и все. Жалко мне кота. Кто-то пишет красивый, некрасивый. Это не суть важна. Это не его вина. Ну, вот родился он таким. Что теперь, гнобить его за это, что ли? Наоборот, какого-то больного и увечного мне еще жальче. Или, например, некрасивого. Ну, вот никто не любит. Ну, кто-то же должен проявить к нему сочувствие и каким-то образом помочь. Вот такой вот была первая часть моего обзора. Надолго не прощаюсь с вами. Увидимся во второй. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok